Как родителям и педагогам взаимодействовать с детьми с особыми образовательными потребностями? Этот вопрос обсуждали сегодня в Алматы на благотворительном форуме «Время добрых дел». Приурочен он к первой годовщине Союза родителей, который объединил более 120 участников. Эксперты в сфере инклюзивного образования и клинической педагогики поделились своим опытом, отметив, что количество людей с инвалидностью с каждым годом увеличивается. Сегодня в Казахстане их 742 тысячи, из них 188 тысячи – дети до 18 лет. Наша задача как Союза родителей, как специалистов, меня как руководителя, естественно, мамы особенного ребенка – это в первую очередь дать понять, что каждый со своей стороны является экспертом в своей области. Мы должны понимать и не забывать о том, что самое главное – благополучие ребенка, эмоциональный фон, стабильное состояние, хорошее настроение, здоровье и счастье ребенка. Мы, как родители, сталкиваемся с очень огромным количеством проблем, непринятием общества. В такой ритме мы прожили долго, моему ребенку сейчас 13 лет. В прошлом году организовался Союз, и я вступила в этот Союз. Благодаря Союзу наши чаяния, наши желания, пожелания стали больше выполняться, во-первых. Во-вторых, у нас поддержка внутренняя, мы собрались, консолидировались все мамы, в принципе, по всей республике. Продолжение следует...